Всем тихой ночи. Пришло время снова посчитать комментарии за различные темы из мира SCP, которые еще не обсуждались на этом канале. В этот раз больше всего комментариев было оставлено за тему преподобных докторов. Так что сегодня у нас снова постапокалипсис. Чтобы лучше соответствовать теме видео, я даже немного переместился во времени и нашел в нем наиболее подходящую точку. И сразу скажу, что хаб преподобных докторов, состоящий из 16 глав и описывающий постапокалипсис в одном из миров SCP, будет не особо понятен новым читателям, незнакомым со вселенной SCP, но я постараюсь добавить подсказки на каждую упомянутую отсылку. Фонд SCP содержит тысячи объектов, и многие из них настолько опасны, что могут устроить конец света. Но в некоторых мирах мультивселенной конец света в итоге происходит, потому что, как говорится, если что-то плохое может произойти, то оно точно произойдет. В мире преподобных докторов какая-то из враждующих с фондом группировок, желая выкрасть ценные артефакты, устроила большое нарушение условий содержания, после которого цивилизация прекратила свое существование. Фонд SCP укрылся в своих подземных комплексах и легко пережил это событие. Выйдя наружу, сотрудники фонда обнаружили, что человечество сильно потрепано. Города лежали в руинах, а люди сильно одичали. Обладая знаниями и технологиями, фонд смог возглавить выживших людей, для чего Клев придумал особый культ, в котором известные сотрудники фонда объявили себя святыми, а само общество было выстроено по образу европейской средневековой церковной иерархии. Посреди пустоши и древних руин путник может наткнуться на чудо. Перед ним появляется целый город, величественный и сияющий. На его окраинах будут бедные деревни, населенные презренным сословием Д. Это люди, некогда совершившие большие грехи и теперь живущие на отшибе. Они должны служить обитателям города. Их жизнь незатейлива. Одни они проводят в игре, имитирующей чистку камеры древнего монстра, известного как SCP-173. Дальше идут кварталы простолюдинов. Стражники и младшие служители докторов живут здесь. И конечно в центре каждого такого города стоит монастырь, вход в который обычно выполнен из кирпича. Но кирпич этот дальше переходит в бетон. В бетонных подземельях живут монахи, которые ходят в белых халатах и изучают старинные бумаги. А вечерами хором торжественно поют особые условия содержания. Тут же и казармы рыцарей мобильных оперативных легионов, готовых в любой момент отправиться на подвиги. Да, жизнь тут кипит. Вот по старинным бетонным залам идет послушник Жак. Жак провел много лет за пыльными книгами, познавая тайны фонда. И в какой-то момент он узнал о процедуре Монтаук. Однако, чем больше взрывался он в древние документы, тем больше узнавал о ней странного. Процедура совершалась над женщиной, известной как Мать Демонов. И была настолько ужасна, что великое зло боялось войти в этот мир. С одной стороны, по желтевших бумагах говорилось, что когда процедура не выполнялась, случалось много бед. С другой стороны, Жак узнал, что та, что известна как Мать Демонов, была убита много лет назад. А процедура сейчас совершается над совершенно другой женщиной. Более того, нечестивые слухи дошли до ушей Жака. Слова о том, что некто в фонде создал новую Мать Демонов. Что было совсем возмутительно. Он поделился своими находками с одним из кардиналов фонда. Однако кардинал попросил его больше ничем таким не беспокоить. Он слышал подобные размышления и догадки, возможно, каждый день. И они его не особенно волновали. У него были свои заботы. Ведь различия в толковании заветов святых преподобных докторов все больше разделяли людей фонда и грозили началом внутренней войны. И это при том, что рыцари мобильно-оперативных регионов и так с трудом сдерживали лорда повстанцев хаоса, которые изрыгались в пустыне уже почти ежедневно. Поддерживать веру в фонд было трудно, особенно учитывая, сколько было текстов, в которых написаны совершенно противоположные вещи. Через несколько часов кардинал был уже на собрании, где 12 называемых только по цифрам старцев решали судьбы мира. Сегодня им предстояло заслушать некоторые вопросы толкования противоречивых документов, для чего из сословия Д был выбран доброволец, на которого был надет медальон самого почитаемого из докторов – доктора Брайта. Когда украшение коснулось порванца, сразу же произошло чудо – доброволец заговорил голосом Брайта. Более того, он сам стал Брайтом – таково было чудо этого артефакта. Брайт хоть и гневался, когда его призывали снова и снова, но всегда давал необходимые для правильного понимания священных документов объяснения. На пустошах сложно найти кого-то столь же святого, как и Брайт, но кроме него почитались также и Агата, Клев, Святой Дмитрий, а еще Гирс, в честь которого периодически совершается ритуал преобразования с использованием SCP-914 часового механизма. После ритуала вызова Брайта кардиналы соберутся в торжественной обстановке вокруг SCP-914 для того, чтобы совершить механическое таинство. Мир преподобных докторов – это не только жизнь за стенами городов фонда, это еще и мир за ними. Там, где люди совершают длительные путешествия между поселениями и в ходе своих переходов, встречают множество чудес, сражаются с монстрами и находят останки старого мира. Иногда рассказывают историю, где одинокий путник встретил SCP-962 – башню, занимающуюся преобразованием различных животных в монстров, которые, впрочем, оказываются не враждебны, а, напротив, полезны человеку. Ведь чудная башня изменяет их тела именно с таким замыслом, чтобы услужить своему гостю. Так этот человек и живет у этой башни, повелевая ордами монстров, сшитых из разных зверей. Еще ходят байки, что по пустыням ходит древняя бессмертная старуха, которая может разрушить целый город, моментально обратить его в пыль. Это, кстати, SCP-239, который в базе данных фонда зовется Дитя-Ведьма. История героя, решившего одолеть это существо, состоит из семи глав и полна героических приключений и сражений. Немало всего рассказывают и ордена странствующих рыцарей. Один из таких посвящен имени преподобного доктора Кондраки и охотится за вещью, известный как Желтая книга. Она же SCP-140. Опасную книгу выкрали люди, называющие себя Детьми реки. У рыцарей в этом мире есть и другие заботы. Например, борьба с SCP-1845. Этот объект сам по себе это довольно странная штука. Во времена, когда цивилизация еще не пала, в фон начали поступать сообщения о том, что в парках на людей стали постоянно нападать животные, которые использовали различные предметы в качестве оружия, да еще и действовали достаточно организованно. В их действиях была замечена тактика и хитрость. Агенты SCP переловили странных зверей и посадили в камеру содержания SCP-1845. Шло время, случился конец света. Зона содержания с этим объектом была заброшена. Звери смогли найти выход из камеры и основали на окружающих руинах человечества целое королевство, которое теперь активно воюет с фондом преподобных докторов. Желая отомстить за древнее пленение продолжили свое существование некоторые другие организации мира SCP. Кроме упомянутых повстанцев хаоса, есть небольшой дворец лорда-судьи, который продолжает традиции ТВП, который когда-то объединял аномальных художников старого мира. Лорд-судья собирает предметы искусства со всего света, а для вступления в его группу нужно показать шедевр. В рассказе The Lord Judge главный герой создает действующую копию SCP-173 для того, чтобы его приняли. Так что этот SCP, можно сказать, тоже есть в мире преподобных докторов. И, конечно же, время от времени от фонда откалываются небольшие секты, как, например, так называемый Монастырь Святого Света, который хранит у себя SCP-3794, объект у которого, кстати, на русскоязычном сайте отрицательный рейтинг. Наверное, так произошло из-за его довольно странных свойств. Дело в том, что если ударить им живое существо, место удара превратится в массу соуса сальса. Монастырь Святого Света придумал целый ритуал, в ходе которого особенно провинившегося человека из Десс-ословия целиком превращают в лужу этого соуса, шашлычного соуса, во имя Святого Брайта. Это был Мир Пресвятых Докторов, один из бюро в мультивселенной SCP, в котором аномалии, хранимые фондом, вырвались на свободу и устроили апокалипсис. Еще пара видео про концы Света в SCP, и можно будет целый плейлист на эту тему сделать. Так или иначе, оставляйте комментарии за какую-то тему, которую мы еще не обсуждали. За какую будет больше сообщений, то и будет в следующем подобном видео. Всем пока!